Выборы Путина кончились и настало время платить. Затяжная война с мясными штурмами обходится бюджету России в триллионы рублей, а в этом году расходы на неё станут рекордными. Откуда будут брать деньги и к чему стоит готовиться РФ, ведь американские ракеты уже на подлёте? Об этом мы не только будем говорить сегодня с нашим гостем, с Владимиром Миловым. Владимир, здравствуйте, рады приветствовать. Здравствуйте, взаимно. Предлагаю начать с общего. Что происходит с экономикой России после прихода Белоусова? Есть какие-то уже изменения? Ну, принципиальных изменений никаких нет. Честно говоря, я бы сказал скорее об уходе Белоусова, потому что он всё-таки в качестве первого из премьера курировал прежде всего экономическую стратегию. Сейчас он будет заниматься там другими делами, грубо говоря, денег просить. Вот так как всё это дело выглядит первые пару недель руководства Минобороны, скорее всего, Белоусов скоро выйдет с инициативой серьёзного увеличения военного бюджета, потому что вот он говорит о проблемах в снабжении армии. Их так просто не решить, потому что туда выделяется довольно мало денег, всего там несколько сотен миллиардов рублей на всё снабжение армии от Калининграда до Владивостока. Основная часть, две трети военного бюджета, это всё-таки ВПК и военное производство. Ну и там тоже серьёзные проблемы. Вот глава корпорации Ростех, это крупнейший производитель оружия и главный бенефициар войны, Ростех получает более половины ассигнований, выделяемых российской властью на закупку вооружений и боеприпасов. И вот Чемизов тут дал большое интервью РБК, кстати, всем рекомендую его почитать, потому что там достаточно откровенно он говорит о проблемах в военном производстве. Он говорит, что предельно низкая рентабельность у военных предприятий всего около 2%. Это ненормально и это не обеспечивает воспроизводство инвестиций. То есть, грубо говоря, если риторику отбросить, то скорее всего речь пойдёт о том, что в ближайшее время будет серьёзное увеличение военного бюджета на снабжение армии и на вот все эти военные предприятия, которые производят оружие и боеприпасы. Ну и ещё такой момент. Белоусов говорил о том, что, по его мнению, денежное довольствие сейчас военнослужащим на хорошем уровне находится. Но реальность немножко другая, потому что у нас никак не удаётся победить инфляцию, которая достаточно высокая. И скорее всего это приведёт к тому, что будет дополнительная необходимость в индексации выплат военным. При этом, если вы обратите внимание, то в России всё время повышается ценник на привлечение контрактов на войну. Потому что, грубо говоря, никто не хочет идти за такие деньги воевать. И если два года назад единовременная выплата за подписание контракта с Минобороны была 200 тысяч, то сейчас это увеличили до миллиона рублей, а некоторые регионы даже миллион триста уже предлагают. Вот. Поэтому, скорее всего, нас ждёт серьёзное увеличение военного бюджета. Вот тот, который есть сейчас, да, он сильно вырос, но всё равно его недостаточно. Поэтому здесь станет вопрос о том, с какой скоростью будут исчерпываться государственные финансовые ресурсы. Они уже приблизились к такому, в общем, нерастрачиваемому минимуму. И я думаю, что, скорее, власти из этой ситуации будут выкручиваться повышением налогов. Ну вот, это то, что сейчас обсуждается. То есть, речь идёт о том, что примерно на три триллиона рублей дополнительной налоговой нагрузки на экономику потянет вот этот пакет налоговых поправок, которые сейчас правительство вносит в Госдуму. То есть, грубо говоря, россияне будут ещё больше раскошеливаться и платить за войну. Ну вот, такие, собственно, реалии текущего времени. Ну, а, кстати, Минфин РФ сообщает, что повышение налогов принесёт российскому бюджету 2,6 триллиона рублей в 2025 году. Больше половины этой суммы приходится на налог на прибыль организации, который Минфин планирует поднять с 20% до 25%. И по подсчётам ведомства это принесёт дополнительные почти полтора триллиона рублей. Кстати, про кремлёвские медиа, они вот очень сильно расхваливают эту путинскую налоговую реформу, называя её социальной справедливостью и налогом на богатство. А вот она действительно ударит по богатым? Ну, как вот, если говорить, например, о повышении налога на доходы физлиц, то у нас в разряд богатых занесены люди с зарплатой 200 тысяч рублей в месяц, ну, это 2 тысячи долларов. Понимаете, вот это на самом деле очень много говорит о состоянии страны, если в стране богатыми людьми считаются те, кто получает 2 тысячи долларов в месяц, и на них надо вводить какие-то повышенные налоги. Если вы, например, посмотрите на западные страны, где прогрессивная система налогообложения действует, то там как раз повышенные ставки налогов начинаются с реально очень высоких зарплат. Типа 100 тысяч долларов в год и вот такого, да. А вот в России вся эта, значит, дискуссия о якобы справедливости, она вылилась с одной стороны в то, что будут больше облагать налогами средний класс обычный. Ну, что такое 200 тысяч? Это вот зарплата квалифицированного работника, да, там, например, пилот самолета получает, сколько, я не знаю, 700-800 тысяч рублей сейчас, да, то есть вот такие, то есть это высококвалифицированные профессии, которые, в принципе, к богатству не имеют отношения. При этом, например, мы знаем, что реально вот богатые люди, там, олигархи, миллиардеры, они в основном получают доходы от собственности. Никак в этом смысле налоги, там, на дивиденды, на имущество, они серьезно не меняются. Поэтому все это демагогия для того, чтобы прикрыть просто резкое увеличение налоговой нагрузки на экономику, от этого пострадают все. Во-первых, это дело дальше будет транслироваться в цены. То есть рост налоговой нагрузки всегда вызывает рост цен. Во-вторых, да, вот вы правильно сказали, что основной мишенью этого налогового пакета будет повышение все-таки налога на прибыль. Это примерно 60% от всего, что они хотят в следующем году дополнительно собрать. Ну, окей, вы можете у предприятий забрать часть прибыли, но они тогда просто инвестировать будут меньше. Потому что сегодня российские предприятия отрезаны от международных финансовых рынков. Брать кредиты большинство из них не может, потому что стоимость денег запредельная из-за вот этой сверхвысокой ставки Центробанка. У нас вот по последним данным на конец 2023 года только 7% капитальных инвестиций финансировалось за счет кредитов. Потому что они сверхдорогие и бизнес не может их себе позволить. Ну, то есть вот их прибыли это единственное, что позволяет компаниям как-то инвестировать в поддержание и расширение производства. Если это все забрать в бюджет, значит инвестиций не будет, значит это все кончится сокращением выпуска продукции через достаточно короткое время. Поэтому вот я уверен, что в правительстве они понимают эту цену. Но вот видите, Путину нужны деньги на войну здесь и сейчас. Поэтому, как вот сказал там бизнесмен Мазепин, владелец компании Уралхим, при обсуждении вот этих налоговых преобразований. В общем, они режут курицу, которая несет золотые яйца. По поводу, кстати, военного производства. Вот Wall Street Journal пишет, что Россия начала производить собственные боеголовки на иранские шахеды. И это позволяет ускорить выпуск этих беспилотников. Ну и еще говорят, что Россия вообще планирует нарастить производство шахедов до 6 тысяч дронов в год. А она и вправду имеет такие возможности? Ну и откуда, если ранее беспилотники не только покупали у Ирана, а сейчас уже могут производить собственные? Ну, видите, вот все, что касается беспилотников, бомб, снарядов артиллерийских, это относительно несложное производство. Действительно, у России есть возможности все это дело освоить и нарастить. Но там очень разная ситуация. Например, в чем у них гораздо хуже положение дел, это в производстве более сложной боевой техники. Там все, что касается там танки, самолеты, какие-то боевые машины, мы видим, что на фронте сейчас есть дефицит боевой техники. Он такой довольно очевидный по ряду признаков. Потому что, прежде всего, они массово выставляют в бой устаревшую, расконсервированную технику. Это говорит о том, что они не могут за счет своих мощностей обеспечить воспроизводство выбывающей в бою техники. То есть, просто производства не хватает. Для производства сложной техники нужны станки. Качественные, прецизионные станки с числовым программным управлением. Россия практически не производит этого оборудования. Более того, многое из этого не может дать и Китай. В январе был доклад Киевской школы экономики, где такая довольно шокирующая цифра приводилась, что примерно треть компонентов, необходимых именно для организации производства вооружения и военной техники, Россия продолжает ввозить из стран Запада. И эти каналы плохо перекрываются. То есть, Запад здесь в этом смысле не дорабатывает. Поэтому здесь такая, видите, ситуация делится как бы пополам. Снаряды, бомбы, дроны действительно, я могу сказать, что Россия может производить в неограниченном количестве. Что касается сложной боевой техники, то нет. Эти возможности ограничены. И, кстати, вот, увидите, что последняя одна из проблем – это резкое сокращение импорта, прежде всего, из Китая. Потому что китайские банки и компании, опасаясь вторичных санкций, начинают сворачивать многие отношения с российскими контрагентами. Прежде всего, это как раз бьет по импорту машин и оборудования. И, конечно, здесь тоже страдает и военный сектор. Мы какие-то последствия этого дела в ближайшее время увидим. Но суть вот такая, что отношения экономические с Китаем сильно подмораживаются из-за вторичных санкций. Есть вот эти проблемы с расчетами, и сворачивается импорт из-за неспособности проводить платежи. Поэтому здесь вывод для ситуации на поле боя, он такой, что, наверное, будет правильно сказать, что возможности у России для вот этих бесконечных обстрелов и бомбардировок, ну, считайте, что они практически безграничны. А вот возможности, например, для крупномасштабного наступления их нет, потому что боевой техники для этого недостаточно. Кстати, об этом перед увольнением говорил вот теперь уже бывший министр обороны Шойгу. Он на совещании 1 мая в Министерстве обороны сказал, что военная промышленность не обеспечивает достаточного производства вооружения и боевой техники ни по количеству, ни по качеству для поддержания каких-то серьезных темпов наступления. То есть, мне кажется, вот эта ситуация, она во многом будет определять характер путинских действий вот на поле боя. То есть, они будут очень интенсивно продолжать, видимо, Украину обстреливать, но реально возможностей для большого масштабного наступления у них нет. Там и по живой силе нет, это отдельный разговор, но в том числе и по производственным мощностям, по боевой технике. То есть, вот здесь вот это военное производство очень четко делится на две части. Там менее сложные они вытягивают, а вот более сложные уже не вытягивают. Ну вот про живую силу. Мы знаем, что Путину, в принципе, наверное, плевать на жизни людей и есть ли техника или нет. Вот люди есть. И Financial Times со ссылкой на источник, близкий к руководству российских вооруженных сил, пишет, что необходимость проведения в России новой частичной мобилизации станет неизбежной к концу этого года или к началу 25-го. Без объявления новой мобилизации, отметил собеседник, проведение крупных наступательных операций невозможно. Пойдет ли Путин на такой шаг? Ведь мы помним, как происходило, да, первое это объявление частичной мобилизации, когда россияне массово уезжали из страны, но все-таки она до сих пор продолжается, и, возможно, ему хватит даже этих 20-30 тысяч в месяц? Ну, видите, ситуация для Путина очень-очень сложная, потому что вообще вот мне, честно говоря, не очень понятны вот многие разговоры на Западе о том, что якобы у России какие-то безграничные людские ресурсы для ведения войны. На самом деле это не так. Если вы просто посмотрите вот официальную статистику, то вы увидите, что в России мужчин от 20 до 40 лет всего 20 миллионов человек. То есть никакие ни 140, ни 150, да. Из них, считайте, четверть работает в силовых структурах и военной промышленности, вот связанных с этим всем хозяйстве. Из них значительная часть, ну, то есть это там несколько миллионов человек, она либо находится за границей, либо не имеет просто физической возможности воевать по состоянию здоровья. Вот хоть как их мобилизуете, но воевать они в атаку идти не смогут, да. Вот, поэтому если реально посмотреть, сколько вот в России мужчин в боеспособном возрасте, которых можно мобилизовать, это не так много. Это где-то всего в пределах там условно 10 с чем-то миллионов человек, вот просто доступный вот Путину в этом смысле ресурс. Это много 10 миллионов. Ну, это, с одной стороны, может показаться в цифрах много, а если вы сравните это с рынком труда, то значительная часть вот людей из этого спектра, она работает на квалифицированных профессиях, которые сейчас, ну, просто страдают от дичайшего дефицита кадров. Если вы послушаете там любых российских чиновников или почитаете официальные какие-то экономические обзоры от Центробанка или правительственных экономических центров, то все вам скажут, что дефицит кадров находится на абсолютном пике. Чего делать и брать людей, там, где брать, никто не знает. Вот, ну, например, там одна из историй, которая является следствием вот этого, это просто тотальный дефицит водителей, который на самом деле грозит реально, например, остановкой сектора автоперевозок. А автоперевозки сейчас, это примерно там 70 с лишним процентов в структуре грузооборота. Вот вы, наверное, видели, как автобус пассажирский упал в Петербурге в реку Мойку. Так вот, это было связано напрямую с тем, что водитель там это перерабатывал, и ему просто не давали спать. Это вот сейчас такая распространенная практика, и гнали на новую смену, потому что дефицит водителей адский. Вот представьте себе, например, что Путин решит мобилизовать опять там 300 тысяч человек. Как мы знаем по опыту прошлой мобилизации, здесь коэффициент примерно 2 к 1, то есть на одного мобилизованного двое сбежавших от мобилизации. То есть люди будут бегать. Это такая российская традиция. Поэтому это как бы минус миллион с рынка труда. Это невероятный для рынка труда шок. Поэтому они давно хотели бы эту мобилизацию провести, но вот у них, они ограничены вот этими всеми возможностями. Уже по данным Минобороны, количество людей, которые имеют бронь, оно около миллиона сейчас составляет. То есть это признание того факта, что вот это те кадры, которыми они точно не могут поступиться там ради войны и так далее. Поэтому это легче сказать, чем сделать. Я думаю, что так как они хотят продолжать войну, ну это конечно ведет их так или иначе к необходимости мобилизацию объявить. Но шок это будет для экономики очень-очень серьезный. Это подорвет в принципе все вот их усилия с попытками как-то экономику подтянуть за счет бурного роста военной промышленности. Таким образом, поэтому они до сих пор этого не делают. И вот Белоусов, когда выступал в Совете Федерации на утверждение министром, он тоже говорил о сложностях. С одной стороны с комплектованием кадров, а с другой с проведением новой мобилизации. Так что это непростая история. Не забывайте еще, что их же надо учить всех. То есть вот мобилизация, допустим, завтра, это реально какой-то более-менее боеготовый персонал, но только типа к концу года в лучшем случае. Поэтому все это вот, мне кажется, что для них это очень-очень сложный выбор, поэтому они все оттягивают и его оттягивают. И я пока вот в обозримое время массовой мобилизации новой волны не вижу. Но это может быть, если Путин почувствует, что возникают какие-то серьезные проблемы на фронте. А наемники и мигранты не спасают Россию? И вот мы помним, что на днях Путин ездил в Беларусь со своей свитой. Чем может Лукашенко ему помочь? Возможно, тоже личным составом? Ну, там масштаба нигде нет. То есть, это, ну, они таким образом могут, вот за счет наемников, они находят там, ну, допустим, тысячи людей, да. То есть, ну, мы понимаем, что им нужны сотни тысяч для какой-то кардинальной смены ситуации. Наемник, ни наемники, ни Беларусь сотен тысяч персонала ему, конечно, не даст. Поэтому у него все равно остается вот этот базовый вопрос, проводить ли новый раунд массовой мобилизации именно в России или нет, потому что там вы гарантированно за счет принуждения и всего этого законодательного аппарата вы гарантированно получаете сотни тысяч людей, пока они не могут такое количество найти ни наемниками, ни контрактниками и постоянным повышением ценника и так далее. То есть, в принципе, конечно, новая волна мобилизации им нужна. Ну, вот я примерно рассказал, с какими это может сталкиваться трудностями. Про Белоусова накрыли, точнее, много компромата на него нарыли, да, написали о том, что он такой же коррупционер, по сути, как и Шойгу, и проект «Центр-досье» изучили личные документы нового министра обороны, говорят, что он имеет виллу в Италии, тоже там где-то у него взялись 600 тысяч евро, которые он клал на счет в зарубежной юрисдикции в разгар кампании по борьбе с зарубежными активами чиновников России. Ну, и также сообщается, что Белоусов оказался ревностно-православным человеком. А чего не сказано в этих переписках об этом новом министре обороны? Ну, я, честно говоря, совершенно не удивлен, потому что, ну, я вижу, я помню его там больше 20 лет назад еще, вижу, как он разожрался. Понятное дело, что он не на зарплату там работает, да, это все достаточно очевидные вещи, что, на мой взгляд, как бы немножко уходит из поля зрения, потому что вот все Белоусов обсуждают в контексте, что он как чего-то там добьется в министерстве обороны, там, я не знаю, победит коррупцию, повысит эффективность. У Белоусов вот довольно большая биография. И он много брался за всякие какие-то крупные прожектерства, там, за какие-то госинвестиции, нацпроекты, импортозамещения. Он никогда не добился никакого большого успеха нигде. Ну, просто никакого успеха. Он много говорит и произносит всякой вот этой государственной державной риторики, да, как я говорю, пытается косплеить Столыпина. Но вот где его история успеха за все эти десятки лет? Все это импортозамещение не работает, нацпроекты не работают, госинвестиции не работают. У нас сейчас в текущих долларах экономика меньше, чем в 2013 году, да. Поэтому вот покажите мне, пожалуйста, где Белоусов десятки лет работал фактически, ну, главным макроэкономистом у Путина, да. Где результаты вот этого дела? То есть я на это дело просто смотрю, что это один из типичнейших представителей вот таких бюрократов-болтунов, которые любят произносить такие громогласные державные речи, Путину там нравится это слышать, и вообще у них вот это все сейчас так вот принято, да. Но ни у кого из них вот истории успеха нету. То есть ни у Шойгу, ни у Белоусова, там, ни у Патрушева, ни у кого. Они все сидят десятки лет на своих местах, и там, в общем, ничего с места особо не сдвинулось. Все развалено, за ними периодически все приходится подчищать, да. Поэтому, я думаю, вот это главная история. Не то, какая у него там коррупция, и, значит, как он умеет математику считать. А вопрос в том, что это такая раздутая фигура. То есть это человек, который больше пытается изобразить из себя какого-то государственника, чем чего-то добился. Еще раз повторю. Они все на своих сферах сидели по многу-много лет. И какого-то успеха большого у них нету непонятно, с чего он у Белоусова возьмется здесь вот в армии. Тем более, что, вот еще раз повторю, важный момент. Это только кажется так, что Минобороны это какой-то самостоятельный игрок с большим бюджетом. Но львиная доля, две трети этого бюджета сразу идет в ВПК Чемезову и компании. И, во-первых, это все разворовывается. Во-вторых, там жутко низкая эффективность, и сам Чемезов это признает. Таким образом, даже вот Белоусов, он своему ведомству, в общем-то, не хозяин. Надо все-таки смотреть на Чемезова скорее. Который реально, на мой взгляд, становится основной фигурой, получателем выгоды от вот этих всех ассигнований на войну. Ну и довольно нагло раздает правительству указания, вот что новому кабинету делать. И тоже Чемезов как бы сидит почти 20 лет на своем месте во главе Ростеха. И тоже он все обещал нам самолеты российские, корабли и так далее. Но тоже ничего этого нет. Поэтому это все такие ребята с плохой кредитной историей в плане каких-то реальных достижений. Владимир, а с чем тогда связаны вот эти посадки в Минобороны? Да, вот мы подумали, что сейчас Белусов возьмется за такое дело экономической мощи. Там коррупционеров всех поразгоняют, всех пересажают. Ну и мы видим, что эти чистки действительно там начинаются. С чем они связаны? И, возможно, это уже какая-то игра против Герасимова. И могут ли эти посадки генералов повлиять на экономику в действительности? Я думаю, что это связано с тем, что Путин, а это вот лично он дает указания. То есть вот никого из этих генералов невозможно арестовать без личного одобрения Путина. Путин считает, что дело плохо в Минобороны. Поэтому он поставил туда просто полного аутсайдера. То есть человека, который вообще максимально далек от этой системы и никогда даже близко к армии не подходил. То есть это, в принципе, с точки зрения управленческой логики довольно очевидная вещь. Что если вы назначаете в какую-то систему человека максимально далекого от этой системы, значит вы считаете, что все там так плохо, что нужны просто какие-то не такие оригинальные, нестандартные шаги и радикальные перемены. В эту же логику вписываются все эти аресты генералов. Я думаю, что это только начало, и это все продолжится. Короче, общий вывод по итогам более чем двух лет с момента полномасштабного вторжения, что Минобороны как структура не работает. И там надо все кардинально менять. Я очень сильно сомневаюсь, что Белоусов будет на это способен. Я его знаю давно. Это лабораторный академик такой, теоретик. Он реально пытается изображать из себя крутого парня. Но даже если вы просто посмотрите, получается у него это не очень. У него пузо висит с эканьем, беканьем. То есть он выглядит как профессор на трибуне, а не как военный. Я думаю, у нас уже был пример больше 10 лет назад гражданского министра обороны Сердюкова, который пытался типа навести там порядок. Сердюков-то был покруче. И гораздо более такой серьезный мужик с хваткой, но его съели. Поэтому откровенно сказать, вера в успех, что Белоусов там что-то сможет с этими всеми держимордами сделать, у меня минимальная. Поэтому я думаю, что это просто скорее такой отчаянный, достаточно радикальный шаг Путина, который понимает, что что-то с Минобороны надо делать. Ну вот они попробуют в него как-то потыкать палкой, но все же эти проблемы, они там системного характера. Вот эти военные кадры, которые в итоге проворовываются все, они же не из воздуха берутся. Это все вот система подготовки этих кадров тоже известна. Ну окей, хорошо, заменили одних другими. Почему-то есть странные люди, вот некоторые думают, что они как-то по-другому себя будут вести, когда все непрозрачно, неподконтрольно, неподотчетно обществу. Огромные деньги гуляют там вот в этой всей системе. Если что, значит, можно всегда сказать, что типа, видите, вот нам пришел чужак, не имеющий никакого отношения к армии, это он все виноват и развалил. Это они точно так же делали все во времена Сердюкова. Поэтому я как-то, знаете, не очень мне верится, что у Белоусова ждет какой-то успех на этой новой должности. Более детально о Белоусове наши зрители могут посмотреть у вас на YouTube-канале. Заходите на YouTube-канал Владимира Милова, он там сделал более детальный разбор, кто такой Белоусов и что он может изменить или нет. Но я у вас хочу спросить по поводу атак беспилотников на НПЗ. Мы видим, что они продолжаются и уже по разным данным от 14 до 17% нефтепреработки остановлено. И действительно ли это так? Ну и наши западные партнеры уже вроде как просто молчат. И может ли это быть и говорить о том, что эти атаки будут продолжаться? Ну вот насчет того, будут продолжаться или нет, это вопрос к украинской стороне. Но здесь действительно, то есть если они не будут продолжаться, то Россия так или иначе, по крайней мере, часть установок починит. И это вот то, чем они пытаются заниматься. Но вы правы, что действительно вот по прошлой неделе были данные, что на минимальном уровне с конца февраля производство бензина минус 18%, минус 11% по дизельке. То есть действительно вот видно, что в течение трех месяцев довольно заметное падение производства нефтепродуктов. И кстати вот еще до так называемой инаугурации Путина правительство говорило, что оно снимет запрет на экспорт бензина. Но вот тема эта с радаров пока ушла. То есть ситуация у них на топливном рынке плохая. И пока они вот этот экспортный запрет снимать не собираются. То есть уже то, что вот было сделано, те удары, которые были нанесены, да, выбили большую мощность с рынка. Починить это все быстро не получается. Ну и если удары продолжатся, то это создаст еще более серьезные проблемы для России на рынке нефтепродуктов. А это в принципе для экономики очень важно. Я вот еще раз повторю эту цифру, что сегодня более 70% грузовых перевозок это автоперевозки. Которые, конечно же, зависят от дефицита на рынке топлива. То есть это уязвимое место, в которое Украине, конечно, понятное дело имеет смысл продолжать бить. Да, я вижу, что и давление со стороны западных партнеров на эту тему снизилось. Они там раньше паниковали, ну вроде как перестали паниковать. Ну вот посмотрим. То есть если это будет продолжаться, если будут новые успешные удары, то топливный кризис просто неизбежен. Очень серьезный. Если будет вот какое-то затишье, то так или иначе какие-то мощности россияне починят. И прям, ну такого для них кризисного сценария им удастся избежать. А может ли недовольство граждан, да, о том, что там бензин дорожает или что его вовсе скоро не будет, как-то потом вылиться в какие-то протесты, бунты? Ну и даже вот мы понимаем, что, наверное, сотрудников задействовано в такой важной для России отрасли очень много. В будущем может. Здесь, когда мы говорим о недовольстве граждан, надо всегда помнить, что у нас сейчас буквально сажают на долгие сроки в тюрьму за любые выражения недовольства. И вот мы видим, например, что сроки дают даже участникам каких-то вот региональных протестов, не связанных с большой политикой, типа вот как в Башкирии или в Хабаровском крае. Поэтому люди боятся тюрьмы, но, тем не менее, я думаю, что вот совокупность всех этих экономических трудностей, которые нарастают, там, победить инфляцию не удается и, скорее всего, она будет больше, да. Возможно, топливный кризис, возможно, перебои там в каких-то базовых товарах. Я думаю, что это будет вызывать, конечно, сильный рост недовольства, как это уже было раньше в нашей истории, в те же там 80-е годы. Но это не завтрашняя перспектива, но, тем не менее, вектор этот довольно понятен. Власти со всеми этими экономическими трудностями справиться в итоге не смогут, и недовольство будет нарастать. Также хотелось бы у вас спросить, что сейчас происходит с экономикой в прифронтовых регионах России? Ну, Белгород практически каждый день под обстрелами, бавовно, как мы говорим. Ну, скорее всего, бизнес там выезжает или как они держатся? Да, есть масса признаков. Ну, вот пока там трудно сказать на конкретной статистике, но мы видим массу конкретных случаев, когда бизнес просто начинает сворачиваться и уезжать. Ну, реально, во-первых, риски огромные. Например, вот вышла новость, что ряд страховщиков, например, РИСО-гарантия, в полтора раза повысили коэффициент к тарифу для жителей этих прифронтовых областей, там Белгород, Брянск, Курск, Воронеж. В целом, надо сказать, что риски огромные. То есть, я знаю много предприятий, которым уже прилетало, да, вот, и, конечно, продолжать работу в таких ситуациях очень сложно. Те, кто сможет переехать, будут, конечно же, переезжать. Поэтому и видно, что там и отток населения большой, и дефицит рабочей силы там будет усугубляться. Там, кроме этого, есть другие проблемы для всего этого коммерческого оборота. Ну, например, там аэропорты закрыты во всех вот этих там 11 прифронтовых регионах. Это очень сложно ввести коммерцию, когда тебе надо там два дня на поезде ехать, да, вместо того, чтобы ты мог взять и прилететь. Из-за этого, например, сельхозавиации не может работать, потому что, и обрабатывать посевы, потому что ей не дают в воздух подняться там. Много еще чего. Поэтому, фактически, вот эти регионы экономически будут превращаться в такую мертвую зону. И это серьезная проблема для Путина, да. То есть, они, на самом деле, в принципе, это были регионы, которые вносили очень серьезный вклад в экономику. Например, вот в этих 11 регионах, где закрыто авиасообщение из-за войны, производится больше трети сельскохозяйственной продукции в России. И по животноводству, например, эта доля даже еще выше, да. Вот. И вместо этого они будут превращаться в мертвую зону, требующую дотаций, вместо того, чтобы вносить какой-то вклад в экономику. Ну, то есть, это дополнительная еще одна такая очень серьезная, существенная проблема для Путина, да. И я думаю, что эта ситуация будет только ухудшаться, потому что вот российские власти сами ведут дело к тому, чтобы войну делать бесконечной. Ну, то есть, вот бизнес раньше на это как смотрел, что, типа, там, ну ладно, еще там год повоюет, и как-то перетерпим и закончится. А сейчас-то это так выглядит, что никакого года, а это теперь неизвестно вообще насколько, да. То есть, это будет стимулировать решение просто сворачиваться и уходить. Да, это цена путинской войны. А вот что будет в других регионах, если все-таки наши союзники разрешают наносить удары по РФ западным оружием? Ну, скорее всего, там тоже будет становиться только хуже. И, по сути, в общем, Россия станет на колени, как говорил президент Эстонии. Ну, вообще, я хочу сказать, что вот там моя обратная связь с людьми из разных регионов, она говорит о том, что все просто в шоке, да. Вот украинские удары там беспилотниками, например, они все дальше проникают. Например, одной из частых мишеней становится там регион Поволжья. И люди вообще даже никогда не думали, что вот к ним придет какая-то война, бомбардировки там. Это психологически очень сильный фактор, который влияет на состояние общества. Ну, вот с другой стороны, я повторю, что люди просто боятся что-то выступать, да. Но, конечно, это производит очень серьезное такое шоковое впечатление на население этих территорий. Поэтому, мне кажется, даже и без западного оружия, то есть Украина эффективно использует дроны. Они теперь далеко проникают, даже вот в Уральский регион, вот по Орску там был нанесен удар, да. Это почти 2000 километров от границы с Украиной. Так что, в целом, это вот, конечно, охватывает все большую территорию России. Вообще, в России все-таки основная там экономическая активность и население все-таки сосредоточено в европейской части. Это 85% населения и совокупного валу регионального продукта, это европейская часть России. Сибирь с Дальним Востоком, они на карте большие, да. Но, реально, там людей и экономической активности гораздо меньше. Это все уже в пределах досягаемости этих ударов. Так что, ну, все больше людей начинают осознавать, что как-то вот от всей этой войны отсидеться и укрыться у них не получится. Байден думает дать Украине разрешение бить американским оружием малой дальности по территории России, пишет The Washington Post и сообщается, что это якобы нужно и для того, чтобы наказать Китай за поставку ключевых технологий Москве. А что, кстати, Путину удалось таки выбить в Китае, вот когда он был с визитом там, все правительство с собой взял. Что они получили? Все-таки Китай согласился давать летальное оружие? Ну, вот это вопрос. Честно сказать, я думаю, что у меня ощущение, что Путин за этим и ездил. Потому что вот открытая часть его визита, ну, уже очень пустая. То есть, они подписали реально какие-то второстепенные бумаги, там, какие-то протоколы по фитосанитарному контролю, которые, в принципе, не стоят даже вот внимания президента. То есть, им было просто надо хоть что-то показать. И, скорее всего, это говорит о том, что там основная часть переговоров была закрытая. Я уверен, что Путин просил летальное оружие. Мы не знаем, чем это закончилось. И мы это узнаем. Если Китай начнет летальное оружие поставлять, то есть, оно просто появится на фронте, во-первых. Во-вторых, ну, за этим американцы очень активно следят, куда китайская военная продукция поставляется. Они вот ранее там активно вскрывали схемы поставок из Северной Кореи, из Ирана, там, из Мьянмы и так далее. Будет ясно, если Китай оружие поставляет. Я думаю, что Китай этого делать не будет, потому что он не может повлиять на ход войны. Всем этим командуют все эти путинские генералы. Но он за это может получить. То есть, отношение к Китаю на Западе очень сильно изменится в негативную сторону, если на фронте будут появляться вооружения и боеприпасы с китайской маркировкой. Пока этого не было. И здесь вот Китай сейчас, для него это очень сложная ситуация, потому что у них сильно замедлилась экономика, и им пока не удается эту проблему решить. У них там огромные кризисы на рынке недвижимости, в сфере регионального и местного долга накопились вот эти большие пузыри. Если Запад в ответ на поставку летального оружия в России начнет закрывать для Китая рынки и вводить заградительные торговые барьеры, это подорвет их экономику. Сейчас для них это вот совсем не тот момент, когда они, не имея возможности повлиять на войну, просто подставляются тем, что вот, подставляя оружие Путину, стимулируют тех ястребов на Западе, которые говорят, давайте за это против Китая торговые барьеры введем. Вот так как китайские компании и банки действуют сейчас, вы видите, каждый день приходят новости, что те или иные банки перестают проводить платежи из России, какие-то компании отказываются. Вот сегодня Алибаба там сказал, что сворачивает сотрудничество с Россией. До этого свернул работу поставщик оборудования для видеонаблюдения, Хиквижн, просто взял и ушел. То есть видно, что китайцы боятся вторичных санкций, боятся вот этого экономического хаммера со стороны Запада. Поэтому, честно сказать, ну все может быть, но я вот то, что вот Китай просто так вот решит дать Путину оружие, чтобы подставиться под удар, я не очень в это верю. А что Путин мог или может, или сказал Си Цзиньпиню, чтобы он, например, согласился все-таки активно сотрудничать с Россией? Ну, я думаю, что Путин пугает его катастрофическими последствиями в случае поражения России. То есть это приведет к очень серьезному усилению позиций НАТО, Соединенных Штатов, Евросоюза, если вот Путин поражение там потерпит, да, и это то, чего Китай не хотел бы. То есть Китай заинтересован использовать Путина как такого раздражителя мирового порядка, да, который кусает Украину, кусает Запад, и Китай вроде как к этому прямого отношения не имеет, но Путина за кулисами поддерживает. В ситуации, если Путин будет терять позиции, и дело пойдет к его поражению, это будет означать прямое усиление тех, кого Китай видит геополитическими противниками, поэтому я думаю, что они сейчас Путину оказывают такую минимальную поддержку для жизнеобеспечения, да, то есть чтобы Путин как-то продолжал воевать, и у него экономика не рухнула. Но, с другой стороны, инвестиции не дают, технологии не дают, оружие не дают с расчетами вот трудности из-за американских вторичных санкций. То есть это такое вот партнерство, но очень такое холодное и достаточно напряженное, поэтому видно, что вот как-то бросаться всей грудью и прям Путина вытаскивать Китай тоже не сильно хочет. Владимир, огромное спасибо вам за интересный разговор, за вашу аналитику и за то, что присоединились к эфиру. Желаю хорошего дня и напомню, что Владимир Милов был с нами на связи. Вы, друзья, поставьте свой лайк, пишите комментарии, ну и, конечно же, подписывайтесь на наши YouTube-каналы. Всем спасибо за внимание, желаю хороших новостей и до встречи. Большое спасибо, до встречи.